Возвращаемся к нашему 461 пункту. Следующий вопрос инструкции будет. Вот он. Допустим, у вас есть логические процессы, так и укажите в инструкции, что нарушать их порядок последовательности запрещено. Допустим, какое-то оборудование, те же печи у вас определенные имеются, имеют ограничения по температурному режиму, его нарушать нельзя. То есть вам технолог поможет, подскажет, что за тех процессов, а вы в инструкции их кратко упишите, чтобы их никто по последовательности не нарушал. И тут еще говорится эксплуатация оборудования. Так вот, какого оборудования? В первую очередь, электротехнического. Потому что у нас аж по статистике четверть всех пожаров в стране происходит именно из-за нарушения эксплуатации электротехнических устройств, изделий, именно электрооборудования. Для решения вопроса по обеспечению пожарной безопасности, для эксплуатации оборудования, которое у вас имеется, надо открывать пункт 42 этих правил и честно его в полном объеме переписывать в свою инструкцию. А вам надо вернуться и проверить, что все, что я вам сейчас покажу, в вашей инструкции записано. Не записано? Записать. Иначе инструкция некачественная. Итак, пункт 42 запрещает использовать провода и кабели с нарушением изоляции. Еще нельзя пользоваться рубильниками, розетками, если имеются повреждения. А еще нельзя эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями. Предусмотрены конструкции светильника. И это значит, что и совершенно не важно, какая лампа, люминесцентная, с нити накаливания. И не важно даже, для чего завод придумал в составе светильника плафон рассеивателя. Может быть для декоративных целей. А это не важно. Важно, что раз завод придумал, что вот тут должен быть рассеиватель. Видите, там креп, вот он. Ну, а еще он должен быть. А если он отвалится, расколется, разобьется, плафон, да? Что надо сделать? Свет выключить. На выключатель табличку повесить. Не включать, не работать. И не включать, и не работать. Пока не придет электрика и не восстановит. На светильнике плафон, рассеиватель. Предусмотренные конструкции светильника. Понятно, Месси, да? Иногда спрашивают. А может быть сразу купить такие светильники на рынке? Они есть в магазинах, в составе которых вообще нет плафонов. Есть такие, я вас такие видел. И может быть и хорошее было бы решение вопроса. Может быть да. Но там проблемы. Все электротехнические устройства, изделия и светильники тоже сертифицируются. В том числе и по пожарным вопросам. И поэтому в огне не проходят серификацию, а в составе нет плафона, рассеивателя, да? То им выдают ограничения по применению. Чаще всего пишут. А вот такой светильник, раз завод его изготавливает без плафона, без рассеивателя. Значит в пожароопасных зонах, участках, складах его использовать нельзя. А еще пишут и в офисных иногда нельзя. А где тогда можно? Ну где-нибудь там в тамбуре выхода. Где-нибудь на личной клетке. Где ничего горит нечему. Там бетонный пол, кафельный, плиткой, нечему горит. И поэтому если у вас светильник без плафона, так завод его придумал. Есть шанс, есть опасность, чтобы у паспорта завода-изготовителя будет ограничение по применению. И может быть его и нельзя тогда в пожароопасном цеху, категории В. Пока паспорт не откроем, не почитаем, и так и ответа сразу и не скажешь. Иногда говорят, а мы паспорт потеряли. Что может сделать в этом случае инспектор? Он может представить нам пункт 1.1.5 ПТЭПа. Знаете ПТЭП, да? ПТЭП. Правила технической эксплуатации электростного потребителя. ПТЭП. 1.1.5. И там написано. Запрещается эксплуатировать электнические устройства и изделия, подлежащие сертификации при его отсутствии. Вот так все просто. Получается, на любые ваши технические устройства, изделия, это не только там чайники, а даже вот на светильнике, паспорта лучше не выбрасывать. Иначе, видите, ни слева, ни справа, надзор всегда вас может зацепить. Далее, нельзя пользоваться утюгами, плитками, чайниками, наглядными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты. А если тепловая защита есть, то можно использовать. Вот поэтому, видите, тут если неисправный термогулятор нельзя использовать. Поэтому там, где я вас спрашивал, стояли вот эти вот печи такие, у них тут градусники такие смешные еще были, я и вас и спрашивал. Тут инспектор поинтересуется, как мне посмотреть, что у вас тут тепловая защита. Надо ему показать. Визуально, ну как ее. Надо пояснить. То ли паспорт показать. И вот это, что термогулятор там присутствует. Ну а насчет чайников, что я хочу сказать. Но это так неправильно, когда вот я захожу в какой-то слесарный участок, и прямо на верстаках они стоят. Совсем плохо. И это же просто катастрофа. Это значит, где хотим, там и пользуемся. У чайников там и киловатт бывает, и полтора киловатта. А если они у вас стоят на столах, значит, где хотите, там выключаете. И это же перегрузку можно устроить. Откуда вы можете знать, какое сечение провода у вас в стене? Откуда вы, что электрики? Откуда вы знаете, где какие автоматы? Поэтому так неправильно. А правильно так. Хотим использовать где-то чайник. Предъявляем ему его, вашему ответственному за летохозяйство. Вашего семейца. Он знает, где какие сети, где розетки. И укажет место одно единственное на подразделении. Место установки нагревательных вот этих приборов. И выделит, и розетку покажет. Он знает там сечение провода, что это безопасно будет. А так это неправильно. Надеюсь, кому это касается, понял, а кому говорю, да? Вот там два чайника прям. Вот верстак, вот верстак, вот они стоят. Нормально. Хуже того, вы посмотрите, вернетесь. Рядом с ними там металлы, мелодки. Я не знаю, что там еще напильники. Это значит, тут гибкий шнур, тут это все. Давайте, сейчас они повредят этот провод. Потом все поскорее надо. Включил его, и будет пожар. Закоротит, заискрит, а то еще толком швынет. Вот, поэтому это нехорошо. А как сказать? Ударит. Я прошу, пойдемте, не надо. Ладно. Еще. Вот, смотрите. Нельзя оставлять без присмотра включенного электросеть. Не только нагревательные приборы, но любые другие, даже бытовые. Даже в режиме ожидания. Эта мысль означает. День рабочий прошел, все надо обесточить. Даже в режиме ожидания ничего не надо оставлять. И исключением из этого требования являются только те приборы, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы. Но не в соответствии с нашими, вашими нуждами. А дальше написано. В соответствии с инструкцией заводов-изготовителей. Это означает опять, что я правильно вас учу. Инструкции заводов-изготовителей ни на какие электроприборы выбрасывать нельзя. А иначе, как вы узнаете, можно этот прибор? Тот же холодильник. Вот можно холодильник на ночь не отключать или нельзя? Действие только одно надо осуществить. Открыть паспорт завода, почитать. Если пишут нельзя, значит нельзя. А если нет, то запрета, значит можно. Поэтому пока не почитаем паспорт заводской, можно без присмотра и нельзя. Надо все на ночь обесточивать. Вот такой ответ. Еще в электрощитовых и у электрощитов, электродвигателей, ничего горючего размещать не разрешается. И еще есть очень важные требования к электричеству, пожарные требования. В пункте 438, нет, 348. Вот он. Запрещается в помещениях складов не только дежурное освещение, но даже штепсиные розетки. А кроме штепсиных розеток, а других и вообще не бывает. Слово штепси означает просто разъем. Но не бывает других. Поэтому, как ни читай, вывод один. Не важно, что у вас в складах. Да хоть склад металл, теоретически запрещены. И это бесспорно, по утре 48 никак не обойдете. Еще дальше говорится. По окончании работы склады надо обесточивать. Аппараты для обесточения должны быть исключительно снаружи склада. На отдельной стоящей опоре или на стене из негорючего материала. И пункт 340. Третий важен. От светильников до каких-то горючих товаров должно быть расстояние не менее 50 см. То есть, вот кладем что-то еще до каких пор? Пока не ближе, чем 50 см до светильника. Вот ограничение. Следующая тема инструкции о мерах пожарной безопасности. По пункту 461 мы читаем. Вот она. Порядок нормы хранения веществ материалов. Здесь смысл вот в чем. Нормы хранения должны прямо в килограммах быть указаны в инструкции для склада. Нормы хранения появляются на основе расчета в категории взрывопожарной и пожарной опасности. Для любого цеха, склада, определяется категория. В1 максимальная пожарная опасность. Нормы хранения побольше. В2 поменьше. В3 поменьше. Но это же в килограммах надо указать. Вот присвоили категорию В2. И кладовщик должен знать до каких пор в килограммах чего-то туда может занести, чтобы не изменить категорию. Я понятно говорю, да? Категории вы сами рассчитывать не будете. Просто то, что мы с вами проговорили, решил вам продемонстрировать. Есть постановление правительства номер 1225 от 30 декабря 2011 года. Оно называется у лицензирования деятельности. Вот сейчас откроется. По монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, средств обеспечения. Вот номер под названием пожарной безопасности. 1225. В самом конце перечень тех работ, тех услуг, которые без лицензии делать нельзя. Там сигнализация пожаротушения, дымодаление, оповещение, внутреннее водоснабжение. Видите, эти завесы, занавесы, средства первичного пожаротушения. А категории сюда не попали. Поэтому определять и рассчитывать категории может любой, кто способен вникнуть в методику. Методика расчета категории. Вот она. Документ под названием. СП-12. Свод правил номер 12. Открылся. Вот так называется. Определение категорий. В общем, и вот надо просто вникнуть в эту методику, рассчитать эти категории, определить. Вот, посмотрите, какая совсем простая формула. Ничего там такого сверхъестественного нет. Таблица в методике есть? Вот я и хочу ее продемонстрировать. Быстренько. Чтобы заметно было, как связаны. О! Категория В4 у вас нигде не будет. Я в некоторых местах видел В4. Нигде у вас не будет. Категория В4 может быть только там, где удельная пожарная нагрузка, измеряемая. В мегаджоле на метр квадратный. Не более, ой, от единички до 180 мегаджолей. Буквально один вот этот стол деревянный уже, да, что более 180 мегаджолей. Чего? На метр квадратный. Он на метр квадратный стоит. Все. И не будет у вас нигде В4. Где В3? От 181 до 1400. И вот формула. Берется КУ. Вот это, большой КУ. Это пожарная нагрузка. Она как мерится. Берется все, что у вас там в килограммах находится. Умножается на теплоту справочную, теплоту сгорания. Узнается, узнается вот это КУ. И делится на С. Вот С. С площадь размещения пожарной нагрузки. И получаем вот это маленькое G. Потом это маленькое G. Смеряем с этой табличкой. Если у нас... Вот. Потерялась опять. 1400, но не более 2200. То В2. Но тогда и эту сумму в килограммах надо в инструкцию нормохранения занести. Я понятно это рассказал, да? Почему это так важно? Потому что по нормативным документам, как только площадь более 1000 квадратных метров для складов циклов категории В2-В3, В2-В3, самый распространенный, более 1000, там уже требуется система автоматического пожаротушения. А как только площадь категории В1 более 300 квадратных метров, там тоже требуется система автоматического пожаротушения. Поэтому представьте себе, категория В2, склад какой-то, да? Пришел инспектор, а в нормах хранения, в килограммах нормы не указаны. Казавщик туда занес, чего, сколько влезло. Пожарный инспектор этот СП-12 открыл, в кабинете присел, за 15 минут посчитал и доказал. Это не В2, это В1, а площадь более 300. Вот вам предписание, нет системы автоматического пожаротушения. Вот такой подход. А кто это экспертная организация? Нет, на сегодняшний момент расчет определения категории в соответствии с СП-12, с вводом правил номер 12, не подлежит ни аккредитации при МЧС, ни сертификации, ничего не надо, ни лицензированию не подлежит. Делать может любой, кто способен вникнуть в методику. Потом он просто будет аргументировать свое решение, вывод, апеллируя вот этим документом СП-12. А инспектор пожарный, если не доверяет вашему решению, он вправе проверить, пересчитать. Вот. И так это и работает. Рассчитать категорию, определить, это все равно, что инструкцию о мерах пожарной безопасности составить. Просто инструкция текстовая, а расчет категории, это как дополнение к инструкции. Теперь, следующий раздел. Порядок осмотра закрытия помещения по окончании работы. То есть, день рабочий прошел, нельзя просто встать и уйти. Надо, видите, у вас должен быть раздел в инструкции. Порядок осмотра перед закрытием. Осмотривать должен ответственный за пожарную безопасность. Поэтому он для этого и нужен. А схема осмотра, она состоит из пяти мероприятий. Первое. Удалить накопившиеся мусор и отходы. День рабочий прошел, все удалить. Вместо сбора. Второе мероприятие. Закрыть окна, форчики, двери в подсобные помещения. Третье. Проверить, восстановить пути эвакуации. Чтобы с утра безопасно трудиться. С вечера пути эвакуации проверили, с утра трудимся в безопасных условиях. Четвертое. Проверить подходы к огнетушителям, пожарным кранам. Что комплектация не нарушена, что они еще на месте. Что никто их еще не утащил. И последнее, пятое. Все обесточить. Исключением, я уже напомню, является только то, что предназначены инструкции завода-изготовителя для круглосуточной работы. Ну, холодильник или серверный. Или может еще что-то у вас. Также видеонаблюдение. Или сигнализация. Или вот я аквариум вас видел. Вот как этим рыбкам аквариум, я вас два аквариума видел. Фильтр воды выключить на ночь. Они же погибнут за ночь. Поэтому паспорт заводской открываем на фильтр, а там нет предупреждений, что без присмотра оставлять нельзя. Значит, можете не обесточивать. Вот такой подход. А если откроете паспорт завода-изготовителя вот на этот ноутбук, на эту камеру, проверьте на телевизор, на что хотите. На ксерокс, на что вот. Даже на дрель. И все равно вы там найдете. По завершении работы, вилку шнуропитания выньте из розетки. А на холодильник не найдете. Поэтому завод и предупреждают, что можно оставлять без присмотра, что нельзя. Следующий вопрос. Очень прост. Режим курения. Очень простой вопрос. С прошлого года введен в полном объеме в действии, где федеральный закон номер 15-ФЗ. Вот он на доске. Видите номер 15. Датирован 23 февраля 2013 года. Об охране нашего здоровья, а тут табачного дыма. Но введен в полном объеме в действии, когда? С января прошлого года. Он уже больше года действует. Что по тексту этого закона говорится? Прям показываю. Статья 12. Статья 12. В части своей 2. Говорит. Допускается курение. Видите? Курение допускается только в специально вылетных местах на открытом воздухе или в изолированном помещении общего пользования многоквартирных домов, которые имеют систему вентиляции. Сами прочитайте. Как не читаю, вывод один. На предприятиях, в организации, курилки в помещениях тепле категорически запрещены. Можно в помещении в тепле покурить. Когда? Когда оно изолировано. Где? В многоквартирных домах. Типа я сейчас в квартире санузел, вот это мои проблемы. Есть вентиляция, там курю. Но видите, в квартирных домах только можно курилки делать внутри, в помещении. Вот как не читаю, вот на доске. Все в организации, курилки, все на улице. Кто не так, тот нарушен. А если комната всяка, фильм, а... Да хорошо, залить ее водой и все. Но будет все равно нарушение федерального закона 15 РФЗ. А именно, допустил размещение курения в изолированном помещении, залитым водой, оборудованной системой вентиляции. Но не в многоквартирном доме. А в производственном корпусе или в административном, общественном и каким-то домом. А нарушение очень просто. Допустил курение там, где закон запретил. Нормотворец, вот он написал, где можно, где нельзя. И все, и придется выполнять. А если, господин, прокурор, прокурор зачем нужен? Это даже покруче пожарного инспектора. Прокурор отслеживает выполнение федерального законодательства. Видите федеральный закон? То есть, если прокурор получит жалобу о том, что выявлено федеральное законодательство, он примет меры прокурорского реагирования. И это тогда будет поклеще, похуже, чем пожарный инспектор. Случаи такие уже есть. Понимаете, уже есть такие случаи. В многоквартирных домах где можно курить? Вы же видели? Только в изолированных местах с вентиляцией. А там курильщики курят. Иначе, вот случаи такие есть. Наличные клетки, тамбуре, выхода. Соседи берут письмо, пишут. Куда? Думаете, пожарный инспектор? Нет. Господин прокурор пишет. Выявлено нарушение федерального закона. А он же должен законы федеральные отслеживать. Прошу меры, реагирую, не принять. Прокурор сам-то не пойдет. А он начинает письма подсылать. И этому надзору, и жил инспекцию, и пожарному инспектору, и еще и участкового привлекают. А потом со всех них требует. Покажите, какие меры приняли. И там это доходит до слез, печали. Все потом получается. Вот такое. Вот я вам показал, где это написано. Показал? Все, закрываем документы. Двигаемся дальше. По существу, последняя тема, это действия при пожаре. Вот оно. Там, при пожаре. Действия при пожаре изложены в пункте 71 этих правил. В начале, зачитаем, как там написано. При обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запаха горя, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону пожарной охраны. А теперь прокомментируем. Итак, закон говорит, неважно, что вы выявили, хоть сам пожар. Или вы еще не знаете, пожар не пожар, всего лишь признаки горения. Типа, вот они, задымление, запах горя. Если вы законопослушный гражданин своей страны, тут написано, что надо сделать. Немедленно сообщить об этом. О чем сообщить? Вот, об этом. То ли о пожаре, то ли о его признаках. А сообщить как? Немедленно. То есть, не только без предварительных попыток что-то где-то потушить своими силами. Но даже без предварительного розыска причины источников задымления. С текста это видно, да? Видно? Почему так в законе? Потому что основная причина гибели людей, это как раз не огонь, а дым. Дым, токсичные продукты, горение. Поэтому, если бы здесь такого требования не было бы, люди бы сперва ходили, бы искали причины, источники задымления. А пожар бы развивался за это время. Потом эвакуация была бы сорвана. Погибших было бы еще больше. Это даже вот сейчас написано. Хоть пожар, хоть признаки горения, все равно звонить в пожарную охрану. Это же написано. Но даже сейчас, при условии, что это написано, все равно, сколько пожаров, когда люди вообще в пожарную охрану не звонят. Вот поэтому по закону так. Не важно, что пожары или признаки. Сперва вызываем пожарных. Вызывать пожарных можно по телефону тремя способами. Первый. 0.1. Действует только на проводном телефоне. Второй вариант. 112. Но действует только на сотовом. Выглядит вот как. У меня тут громкая связь. Сейчас вам будет слышно, как это выглядит. Вот сейчас я вам включу. Набираем на любом сотовом 112, нажимаем на вызов и сперва слышим автоответчик, и он нам говорит. Для соединения с пожарно-спасательной службой нажмите 1, с полицией нажмите 2. Можно до конца не слушать. Берем, на 1 нажимаем. Вот, нажали. Сейчас будет слышно. Пожарно-спасательная служба МЧС России слушает. И вот излагаем свою проблему, получаем помощь. Но это только на сотовом. И есть еще одна схема вызова пожарных, которая появилась год назад. Это универсальный номер 101. Ну, 101, кому так нравится. 101, 101, 101, 101. Работает и на проводном, там где только 01 было, да? И на сотовом, там где только 112. Поэтому на сегодняшний день лучший вариант вызова пожарных 1, 0, 1, 101. И тоже продемонстрируем, чтобы вы это видели, почему не показать. Вот, 1, 0, 1 на вызов громкую. Пожарно-спасательная служба МЧС России слушает. То есть это быстрее даже, чем 112. Поэтому на сегодняшний момент даже есть такая рекомендация уже в табличке вывешивать. При пожаре звони не просто 0, 1, а 1, 0, 1. Вот так вот. В момент вызова пожарных требуется доложить три вещи. Что выявил? Пожары или признаки? Ну, что выявил, то и скажет. Второе, точный адрес объекта. А то куда-нибудь не туда поедут. И доложить свою фамилию. Все пожары уникальны. Как процесс горения происходит, никто точно не знает. Это все неизвестно, что горит, какие продукты горения. Поэтому применение тех огнетушителей, какие у вас имеются, основано на добровольном решении. Все-таки своей жизнью никто не обязан рисковать. Заход исходит из того, что пожарных вы уже вызвали, мы налоги платим, МЧС содержим, они к нам уже едут. А важнее, чтобы все спаслись. А потушите, не потушите, ну как получилось? Может, и возможности такой не окажется. У вас же нет там специального средства защиты, как у пожарных. И куда вы с этим огнетушителем не полезете? В дым, куда-нибудь. И может, на все в дыму. Не обязательно своей жизнью рисковать. Есть возможность? Применили средства пожаротушения? Нет? Значит, нет. Поэтому теперь по существу я вот ожидаю от вас каких-то вопросов. Минимум пожаротехнических я вам изложил. А вопросы, я надеюсь, какие-то есть. И мы должны на них ответить, их обсудить. Давайте какие-то вопросы должны же быть. Если вопросов нет или так, пока вы думаете, есть или нет. Еще добавлю, что есть четвертое действие при пожаре. Называется встреча пожарной охраны для оказания консультации. Считается, что пожарных должно встречать старшее должностное лицо. Кто на момент ЧП на объекте старший, тот и встречает. Смысл встречи в том, чтобы ускорить так называемые процессы разведки со стороны пожарных. Ведь вам же ясно, не можно так приехать на машине, спрыгнуть, бежать куда-то. Не туда побегут. Вот, разведка. В рамках разведки у них всего пять вопросов. Они должны задать тому, кто их встретит. Первый вопрос. Кратчайшие пути к очагу пожара. А то правда не туда побегут. Вот. Второй вопрос. Все ли выкуривались или где кого спасать? Третий у них вопрос. А обесточен объект или не обесточен? Ведь бывают случаи, когда нет возможности обесточен. Например, у вас электрика и тоже не обязана своей жизнью рисковать. Может быть, уже доступа к электрощиту нет. Там все в дыму. И поэтому мы говорим. Не важно, удалось обесточить или не удалось. Важно пожарных встретили и рассказали. А их учат тушить и обесточенные, и не обесточенные объекты. Если надо пожарную машину заземлить, у них есть и зазвляющее устройство, и коврики резиновые. И вообще они могут даже мелкодисперсную распыленную струю воды такую подавать. Такую мелкодисперсную. Что с определенного расстояния даже ток не передается по ней. Но все равно им надо рассказать, то ли обесточено, то ли не обесточено. И еще у них вопрос, нет ли угрозы взрыва. Может быть, там мало ли что, техпроцессам не до конца известно, что там происходит. Вдруг угроза взрыва где-то. И последний вопрос, какой у них, это конструктивные особенности объекта. Наличие межстенных, межпольных пространств. Фальш-потолков. Вот они их очень боятся, этих фальш-потолков. Потому что, если он обрушится, вот эта конструкция, и вот это же как сеть получается, может его пожарного поймать, и оттуда будет трудно выйти. И поэтому, откуда они знают, где у вас там фальш-потолки есть, нет. Надо бы их встретить, рассказать. А то у нас так погиб в Москве герой России Чернышев. Помните так, несколько лет назад? Господин Чернышев был руководителем службы пожаротушения города Москва. Деловой центр горел, он выкорвал людей. В какой-то момент обрушились вот эти вот такие по коридору фальш-потолки. А за ними там еще были сокрыты вентиляционные короба. И они тоже обрушились. И его не удалось оттуда вывезти, спастись, он там погиб. Но теперь еще раз подумайте, если вопросы какие-то есть, мы будем на них отвечать. Значит, если взяли, у нас получается очень узкие коридоры, значит, уже больше нельзя на них ходить? Если ширина коридоров меньше одного метра, меньше метра, вывод, этот коридор, эти помещения в коридоре, только для технических нуждов. Постоянные рабочие места там запрещены. Постоянным рабочим местом признается то место, где находится, может находиться человек более чем 2 часа непрерывно, или более чем 50% рабочего времени. Поэтому для технических нужд. Минимальная ширина метр. Если у нас метр есть, а метра 20 нет, ну, можно просто ограничить число людей на этаже, что 50% забудем, 51% не пускаем, потому что метр. Но если нет метра вообще, тогда это для технических нужд. Вот так вот. Есть, конечно, хитрые ходы, есть хитрые ходы, но вы с ними не справитесь. Это вот здание, это какое-то царское застройки, исторические значимые там, понимаете, есть такие? Вот у них там метра нету. Они оформляют так называемый расчет пожарных рисков. Денег стоит. Пишут бумагу, СТУ, специальные технические условия оформляют. То есть разрабатывают специальные технические условия, комплекс мероприятий, позволяющих не выполнять действующие нормы и правила. Но это в таких денег стоит, и вы с ними точно не справитесь. А потому что это делается где? Вот, либо для критически значимых объектов, для экономики страны, или на исторических культурных каких-то объектах, которые снести никто не разрешит. Вот там это делается. А это я не вижу, что вам такое, это не подойдет. Это зависит от компетенции пожарного инспектора. Если он мышей не ловит, если он халатно относится к службе, тогда и вот он под лбом в эту перехладину врежется и не заметит этого. Это его проблемы. А почему вы думаете, их судят одного там, то другого? Халат, помните там, пятерых под суд направили. Кто-то говорит, ой, наверное, они взятки брали. Я вам говорю, инспектори отставки, бывает хуже, и взятки никто не брал. Просто вы понимаете, что бывают такие случаи. И человек вообще, и не в суде не учился, и не это. И там он там, понимаете, все профилолил и тут. И пришел в кафе, поел, попил. Сказал, вот тут огрешитель поставьте, молодцы. А тут что это у вас пути эвакуации загромождены? Ну-ка разгромоздите. Или как вам было тогда сказано, вот про пути эвакуации и про светильник. Молодец какой. А то, что в одном помещении и рабочие места, и видно рабочие места, это же производственный участник. И тут же оно явно перепрофилировано под склад. Склад вот этих катушек, кабелей. Это же нарушение. Ведь в складах розетки запрещены. А там розетки есть. Видите, нельзя. А это он умолчал. Халат Наташа не служил. Так вот так оно и бывает. Пришел инспектор, все. Вот тут сказал, табличку повесите. А что у вас не висит? При пожаре звоню, Владимир, надо же, таблички нет. Вот так бывает. А потом пожар, сгибель людей. И все, он под суд. Захалат на отношениях к службе. Поэтому смотрите, кто к вам придет. Придет вот специалист. Ужаснется, напишет, поковыряет. Я-то у вас прошелся по поверхности. Вот, по поверхности. И то мне хватило. И все эти по пожаропастным объектам отменили или эксплуатацию? Чуть-то хитрее сделали. Отобрали лицензирование эксплуатации взрыво-пожароопасных производственных объектов у МЧС. И отдали ее Ростехнадзору. Ростехнадзор сперва эксплуатировал по отдельности. Это на взрывоопасной лицензии. Это на пожароопасной. А вот несколько лет назад он выдает теперь одну единую лицензию. А порядки лицензирования на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов – это компетенция Ростехнадзора. А на нашем объекте нет, да? А это вот не ко мне. Ростехнадзор пускай решит. У них другие критерии отнесения чего-то к чему-то. Вот сразу точно знаю. Котельные гарантированно взрывопожароопасный производственный объект. А дальше в склады производства какое-то отнесется, что не отнесется. У них другие критерии. У нас критерии как? Категории мы их называем. Взрывопожарное? Пожарное опасное. Просто это схожий термин получился. Открываем положение у лицензирования, не поленитесь, и в интернете набираем положение у лицензирования. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов. Простехнадзор. Бесплатно скачиваем, вначале читаем, и там критерии, что туда относятся. Но это не моя компетенция, не мой хлеб. Моя компетенция категории рассказать. Где взрывоопасный, где пожароопасный. Это термины чуть похожи. Термин замок, слышали? Замок и замок. Вроде это. А бывает вообще термин одинаковый. А разная смысловая нагрузка. Разные надзоры в нее вкладывают. Вот так вот. А все-таки можно вернуться к вопросу розеток на складе? Пожалуйста. Как быть, если висели три висы электрические? Есть разные хитрые варианты. И я не вправе и такие вещи вам рассказывать. Но вы задали вопрос, а я обещал ответить. Значит, первый хитрый вариант. Это прошить стену насквозь. И вот тут вам надо компьютер, настольную лампу. И все гибкие шнуры с этой вилкой. Заперенье, заперенье, туда склады, прямо в дырочку, туда в отверстие протолкать. И заизолировать, чтобы звукамина не было. Розетки внутри склада не будет. А розетка будет снаружи. И никакого нарушения нет. Первый вариант. Второй вариант. Можно все весы или компьютеры использовать только на аккумуляторах. Ну и третий вариант. Вот тоже такой хитрый есть. Можно сделать техническое задание. Ответственность за электрохозяйство. На доработку ваших весов. Ну, гуко-компьютеры. Доработку. Заводскую конструкцию изготовителя. Доработку. Ну, типа вилку откусить. Поставить на стену автомат. И намертво через автомат, без всяких штепсных соединений, его подключать. Потому что я вам продемонстрировал сегодня на доске. Общий рубильник отключения электроснабжения склада. Он должен быть снаружи склада. И если он снаружи есть, то внутри вполне можно иметь маленькие, так сказать, промежуточные автоматики. Куда будут намертво подключаться. Все, что вам нужно. Но только это делается не самовольно. Вилку откусил, автомат поставил. Техническое задание оформлено. Это же доработка. Доработка. Заводской конструкции. Этого же компьютера. Доработка. Это надо посчитать выбор автомата. Способ прокладки кабеля. Расчет его этого сечения. Оформить задание, чтобы это в документации было компетент, соответственно. Если надо распаечную коробку сделать, это не штепсельное соединение. Видите, такой вариант есть. Просто я его не видел на практике. Когда ответственные хозяйства начинают этот вопрос решать, они хотят, чтобы был промежуточный автомат. Потому что если он будет через эту распаечную коробку, это что же выходит? Общий рубильник включил, и он тоже плохо получается. Я такого ни разу не видел. Я думаю, ответственные хозяйства не согласиться с таким решением. Вот такой ответ. Ну, ограничения заключаются в путях эвакуации. Я, может быть, и забрал со склада столько, чтобы мне больше на склад не ходить. А у меня 70 сантиметров с рабочих мест. Все. Или детальку делаешь. Детальку сделал, просто еще детальку сделал. До каких пор? Пока 70 есть. А как только ставить некуда, 70 нет. Работу прекращаем, все собираем. Относим туда, где положено храниться. На склад. На складах пускай хранится. В производственных помещениях только находятся. Чуть позже. Ответ вам? Да. Это, как бы, концепция вообще пожарной безопасности. Ну, и последнее, что я хотел вам сказать, что я являюсь автором пожарных технических книг. Если кто посчитает это интересным, вот, поэтому, храпко представлю. Кто посчитает это интересным, ну, действительно, может приобрести. Это пожарная безопасность, электрохозяйство, организация. Вот основа правовых отношений с пожарным спектром. Есть инструкция о планах эвакуации, как тренироваться. Есть инструкция для ответства за производственные помещения. Это инструкция по тушению необисточных объектов. Есть даже вот анекдоты от пожара, про пожар. Можно вопрос еще один задать? Вопрос обязательно надо задать. Еще, сейчас вот представлю, вопросы вы совершили. Комплект готовых приказов и инструкций авторских. Есть инструкция по проведению инструктажей. И для детей до 10 лет стихи, рисунки, методики обучения. Вот. И вопрос теперь. И вопрос. Есть ограничения по службе, ну, так сказать, ГОЧС, например, на предприятии, ну, и в том числе и по пожарнику, по численности на предприятии человека? То есть, какова должна быть служба ГОЧС, включающая, так сказать, подразделение пожарника, да? А по численности на предприятии? ГОЧС не относится к пожарной безопасности. Она не моя тема компетенции. Несмотря на то, что инспектор надзорной деятельности МЧС России одновременно выполняет и пожарный надзор, и надзор по ГОЧС, мы с вами проводим только пожарно-технический минимум. Все, что касается пожарной безопасности, вы и должны задать вопрос. А ГОЧС не моя функция. Могу только, что слышал, слышал край в ухо. Там критерии чуть ли не 500, а то и 1000 человек. Значит, 500. Там такой критерий. А ответственные предприятия должны, да? А вот это ко мне. Значит, у нас считается так. Пункт 3 правил противопожарного режима не просит, а обязывает руководитель организации назначать ответственность за пожарную безопасность. И это уже теперь считается не просто его право, хотя это его право, а оно даже обязанность. Связано это с тем, что именно без инструктажей никого к работе допускать нельзя. И традиционно в каждом структурном подразделении назначается свой ответственный, обучается такому ПТМ, как сегодня, и ему вменяется в обязанность проводить инструктажи. А всем же ясно, будет один руководитель, ответственных не будет, и тогда все, система инструктажей рухнет, не будет возможно ее проводить никак. А совмещение? Совмещение, поточнее, как совмещение? Инженер по пожарной безопасности на предприятии. Да, например, совмещение было в сегативном. А это вообще непонятно кто, потому что если брать трудовой кодекс, да, давайте поговорим на эту тему. Точно, очень интересный вопрос. А правильный вопрос. Если взять трудовой кодекс, там будет сказано, что как только 50-й более человек, какой организации, надо завести кого? Инженера по охране труда. А теперь вот его надо завести. А теперь вы сказали, а инженер по пожарной безопасности. А такого нет нигде. И нигде вы не найдете. Даже никаких критериев. Не найдете. Не найдете. Инженер по пожарной безопасности, это вообще не ясно кто. До сих пор не разработан ни регламент его, ни какие-то требования федерального уровня. Непонятно кто это. То есть это вот, это такое на сегодняшний момент нормативно, нерегламентированная деятельность. До конца не ясно. Чаще всего бывает так. Этого же инженера по охране труда вызывают и говорят, теперь ты будешь еще и совмещать функцию инженера по пожарной безопасности. Будешь ответственным за пожарную безопасность. Чаще всего так. Хорошо. А ответственное лицо за пожарную безопасность, он должен иметь какой-то статус? Или он может быть там дворником, или так далее, большой организацией? И может ли он отказаться? До 2012 года отмененные ППБ 0103 содержали ограничения по назначению ответственных. И говорили, может назначать руководитель ответственных только кто по занимаемой должности. По характеру работ может эти требования выполнять. А теперь пункт 3. Правил противопожарного режима. Там 3 и 4. В самом начале. 3 и 4. Никаких ограничений по назначению не содержит. Поэтому считается так. Хоть дворника вызови назначить ответственным, только главный обучит о КУМ ПТМ, как сегодня. То есть в учебном лицензионном центре. Кого потом обучили, на удостоверении будешь ответственным. И вот второй вопрос. А может ли он? Может отказаться. Но его отказ не может ограничить руководителя в праве назначать. То есть желание или нежелание, назначая МОГО, быть назначенным, не может лишить руководителя права назначить. Поэтому он его назначил, а тот отказывается. Чем это кончится? Да его просто предложат ему найти другое место работы. Или вообще с ним спорить не будут. Скажут, приказ о вашем назначении ответственным вводится в действие путем его официального вывешивания на первом этаже, вот в проходной. А ваша подпись нам не нужна. Вот вы ответственны, и можете лелеять мысль, что не расписались, а вот будет пожар, с вас и спросят. Понятно, говорю, да? Потому что можно введить в действие разные приказы не обязательно одним способом. Пока не распишешься в приказ, действие не будет введено. Можно разные варианты есть, пожалуйста, и другие варианты есть. Вот такой ответ. И это с чем? Почему так получилось? Потому что пожарные вопросы, к сожалению, до сих пор, вот я говорю, беспризорные. Потому что понятно, где 50 и более человек, там надо иметь инженера по охране труда, а тут хоть 5 508, 5 раз по 5 508. Нигде не написано, что заведи-ка ты специалиста, инженера в пожарной безопасности. Не нужно. А просто говорится, ты руководитель назначь ответственного, обучи УПТМ, и это будет какая-то такая, понимаете, дополнительная нагрузка, нагрузка, и может быть даже и неоплачиваемая. Даже нигде не написано, что эту нагрузку, добровольную, обязательную получается, руководитель обязан поощрять, оплачивать. Точно. Это добровольный его поход навстречу назначенным. Вам не удастся найти ни регламента, ни расшифровки термина, инженер по пожарной безопасности в организации. Понимаете, нету этого нигде. Можно творчеством заняться и сделать по-разному. К примеру, приказ назначения ответственных. Иванов назначается ответственным за это помещение, Федоров за этот этаж, Сидоров за территорию вот такую и сякую, а за всю организацию, этот Петров, можно разганичить их ответственности полномочия, типа заводный инструктаж, инженер по охране труда, он проводит вводный, а руководители в структурных подразделениях только первичный и повторный. Пожарный осмотр тоже можно, пожарный осмотр в конце рабочего дня раскидать на разных ответственных. Как вы напишите, так и будет. То есть, это творческий процесс. Слово ПТК, пожарно-техническая комиссия, употребляется в правилах противопожарного режима, но и опять, как бы, подробно и внятно, где она обязана, точно обязана, должна быть не изложена. Считается, что она может быть на взрывах, пожароопасных и производственных и складских объектах, территориях, но это все-таки в компетенции руководителя. И так, еще раз, поточнее. Поточнее, что ответственных руководители обязаны назначать, а создавать ПТК не обязаны. Если где-то ПТК нет, ну и не надо. Тогда дословная формулировка правил противопожарного режима звучит так. пункт пятый. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных объектах, на объектах, которые могут одновременно находиться 50-й более человек с массовым прибавлением людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию. Стоит точка. Куричевой термин может. Может не обязан. Хочешь создал, не хочешь не создал. Может. А относительно ответственных другая формулировка. Пункт четвертый. Руководитель организации назначает лицо ответственное за пожарную безопасность. Тут слово может не употребляется. Вот почему я так настойчиво говорю. Ответственных руководителей назначить просто обязан, а потом учить ПТР. А создать ПТК может, но не обязан. Себя может назначить? Ответственный? Да. А это смысла нет. По федеральному закону о пожарной безопасности статья 38 говорит прям персональную ответственность за противопожарные требования, за всю систему пожарной безопасности решит на руководитель организации. Поэтому если руководитель сам себя назначает ответственным, это какая-то просто масло-масляная каша, это бессмысленная. Нет смысла назначать себя ответственным. Ничего не дает. А если не назначил ответственным, тогда приходит инспектор, читает слух пункт 4, говорит, а вот почему не назначил, а должен быть. А периодичность инструктажей? Как? Периодичность? Периодичность инструктажей? Да, обучение. Раз в три года нашему ПТМ обучаются только те, у кого нет ни цехов, ни пожароопасных участков, складов. Ну, типа офисные, только административные помещения, предприниматели какие-нибудь. Или там детский садик, школа, взрывы, или пожароопасные участки, цеха, склады, категория А, Б, взрывоопасные, В, пожароопасные, Г, сварочные посты. Те учатся нашему ПТМ раз в год. То есть каждый год мы должны такое занять? На основе норм, да. Есть документ, называется приказ МЧС 645 от 12 декабря 7-го года прошел регистрацию Минюстон и пункт 32, как не читай, а говорит о том, что раз в три года учатся ПТМ только офисные административные, а всякие, кто связан со взрывом, пожароопасными категориями, проходят ПТМ раз в год. Пункт 32. Там слово связан. Связан, то есть имеет доступ. Вот допустим, у вас там пожароопасные, там это участок, цех, склад, а вот тут какие-то офисные работники. Хотите их учить раз в три года, приказом пишите, запрещается им доступ в пожароопасные категории, тогда вы их отвяжете от этих. Нет, нельзя. На больших заводах так делают, вот пропуска разные, там какие-то штампеля, сюда тем можно, сюда нельзя. Это так делают не только из-за секретности режимности, но и пожарные вопросы, так тоже можно решать. Всякий, кто связан со взрывом пожароопасными категориями, имеет туда доступ. В силу пункта 32. 645 приказа МЧС обучается с ПТМ раз в код. Вот я вам открыл. Давайте, какие еще, что? А нам удостоверение на год дадут? Я учебному центру постоянно говорю, старайтесь выдавать удостоверение без срока его действия, дата выдачи и все, чтобы сами вы потом решали, потому что мы ненадзорный орган, если мы вам будем руки выкручивать, ой, придите к нам через год, это, знаете, неизвестно, чем кончится. Потому что вы вообще больше не придете. Как вам понять-то? Мы можем знать, есть у вас взрывы пожароопасные, это только с ваших слов. Ну, я пришел, я узнал, есть. Но все равно, я же ненадзорный орган. Я не вправе вам требовать, а ногу через год приходите. Да хоть вообще не приходите, хоть через 10 лет. Моя задача была сказать, по закону, вот 645 приказ МЧС, Минюстом регистрированный, 32 пункт, раз в год учатся те, кто связаны со взрывами, пожароопасными, производственными, цехами, участками. Раз в три года офисные, административные. Поэтому это вы должны решить, когда вы будете учиться. А учебный центр, если вы скажете, дай нам удостоверение сроком на три года, мы дадим, нам какая разница. Претензии будут не к нам, мы же ненадзорный орган. Поэтому я говорю, старайтесь выдавать удостоверение без срока в действии. Дата выдачи, а когда будете учиться, сами решите. Может вообще больше не будете. И так бывает. От проверки до проверки. Вот так люди тоже живут. Еще вопрос. Про космическую плодацию экосканолок. Вы сказали, что не только вычислить правила работная экосканолка, но и в частности медицинские, так сказать, и пожароопасными. Да, вы удостоверение получите о прохождении ПТМ, пожарно-технического минимума. У нас имеется лицензия, что мы вправе проводить такие занятия. Лицензия официальная, она выдана образовательным, кто там лицензирование образовательной деятельности занимается. Копию вы можете получить. Поэтому все, ПТМ вы прошли. Получите, достали. А на производстве получить лицензию и обучать, как вы, своих сотрудников? Так бывает. Газпром так делают, Мосгаз так делают, этот, железнодорожные, железнодорожники, да, прямо под себя, сами под себя создают группу, даже не в учебных центрах, группу, там повышение квалификации своих работников, но лицензия все равно нужна. Без лицензии МЧС можно преподавательской какой-то деятельностью заниматься, только если она не завершается выдачей какого-либо удостоверения. То есть, если инструктаж провели, вводный, первичный, повторный, внепланный, вы уж тоже преподаванием занимались, да, но удостоверение не давали, а просто в журналах подписи собрали, это без лицензии. Ну, хоть а повторный, какая-либо. А повторный, а удостоверение уже выданное, и повторное в это же удостоверение мы уже отметили каждые страны. Можно, это вы о ПТМ говорите, я просто пример хотел привести, когда люди проводят инструктажи, первичный, повторный, там, внепланный, лицензия не нужна для этого, потому что удостоверение не дают. А когда вы у нас ПТМ проходите, выдается удостоверение, позволяющее идентифицировать того, кто его выдал, того, кто его получил. А это уже лицензированный вид деятельности. И поэтому хуже. Если бы мы вам удостоверение не давали, а взяли бы акт протокола о сдаче зачетов, предложили бы всем подписать. И этот инспектор пожарный такой не примет, потому что не так не положено. Пункт 32 говорит. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов, работников, организаций, не связанных со взрывом пожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одно раза в три года после последнего обучения, запятая, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных со взрыва и пожароопасным производством, запятая, один раз в год. Поэтому повторность, повторность, либо раз в год, либо раз в три года. А первичное на работу взял месяц тебе, чтобы первичный ПТМ пройти. Пункт 32. У вас упоминанты. Да. А периодичность можно рассказать себе? Периодичность раз в год, раз в три года можно оменивать ПТМ. Комиссии золотой. Пункт 36. Этого же документа говорит. Обучение пожарно-техническому минимуму осуществляется с отрывом от производства. Термин отрыв от производства тут же расшифрован. С отрывом от производства обучение ПТМ проходит-то в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению выселения мерам пожарной безопасности. Как не читаю, вывод будет один. Своими силами, свои комиссии, ПТМ проводите с ответственными, вот, с руководителями, вы не вправе. Свои комиссии, своими силами, ПТМ вы можете провести с кем? С теми, кто, просто вот, инженера, складские работники, вот с кем, кто не ответственный. Если с дворниками, вот сейчас вы соберете, вот из вас, вы получите удостоверение. Собирайте пять комиссий, пять человек комиссий, даже три достаточно, три. И можете проводить ПТМ с теми, кто не является ответственным, кто не является руководителем, кто не является сварщиком, с дворниками, с водителями, кто у вас еще, экспедиторами, пожалуйста, с господами охранниками, если они вам подчиняются, охранники, кладовщики, а соответственные, и те, кто инструктажи проводит, они только в ПТМУх проходят в учебном центре. Вот такой ответ. Все это указано в 645 приказе МЧС. Если как-то все скользко, надо нормально описать, что можно или нельзя? Что-то вы вначале считали, что можно организовывать это, так сказать, можно. 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 Только с кем? Пункт 36. Перечисляет. Перечисляет. Тех, кого исключительно только с отрывом учат. Руководители. Ответственные. Те, кто инструктажи проводит. сварщики. Их похоже все. А и руководители ДПД, это проваленных пожарных дружин. Те, кто не попал в 36-й пункт, кто не попал туда. Тех можно обучать. Свои комиссии. Дворники, экспедиторы, водители, неответственные кладовщики, ответственный кладовщик в учебный центр, а там еще два кладовщика. Володя, не распрощаемся. Есть вопрос? Нет, Володя. И так пообщаемся. Ну что, не проблем нет? Да, я вот все так же доверяю. Продолжение следует...